В администрации городского округа Люберцы состоялось еженедельное совещание. Руководители управления ведомств и служб подвели итоги работы за минувшую неделю. Какой она была в части оперативной обстановки в сфере ЖКХ и благоустройства округа, расскажут мои коллеги. За минувшую неделю в Люберецкое МВД поступило 2300 обращений. Возбуждено 24 уголовных дела. 19 из них раскрыто по горячим следам. Произошло 140 ДТП, пострадало 2 человека. Личный состав охраняет общественный порядок в местах массового пребывания граждан. Завтра день ВДВ. Я еще раз хочу торговлю попросить Владимира Михайловича посмотреть по рынкам, предупредить, потому что у меня была проблема у наших товарищей. Подразделения Люберецкого гарнизона пожарной охраны за прошедшую неделю по сигналу тревога выезжали 53 раза. Три из них на тушение пожаров. Непосредственно в городском округе Люберцы ликвидировали два возгорания. И пожар сегодня утром 1 августа по адресу Люберцев, Братимов, дом 29А, второй подъезд, квартира 41. Загорание в 4 утра 58 минут. В результате обгорела комната и коридор двухкомнатной квартиры на площади 22 квадратных метра. К сожалению, было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Личность устанавливается. Управление ЖКХ занимается обработкой обращений. За неделю их поступило 3427. Среди вопросов преобладает некорректное начисление платежей за жилищно-коммунальные услуги. Также граждане жаловались на отсутствие уличного освещения и крышек колодцев. Продолжается работа по замене лифтового оборудования. Сейчас в работе у нас 10 лифтов в замене в жилфонде обслуживаемой управляющей компании ЛГЖТ. Всего на данный момент уже заменено 23 лифта. Кроме этого, продолжается ремонт подъездов. В порядок привели 104. И ремонт многоквартирных домов. На 55 объектах работы завершены. Для удобства жителей планы и графики замены лифтов, ремонта подъездов и домов размещены на сайте администрации в разделе ЖКХ. Алексей Абрамов, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.